Привет, друзья! С вами Кирилл. Добро пожаловать на канал Englisher. Здесь мы изучаем английский язык. В сегодняшнем уроке я хочу затронуть тему «Бизнес английского для начинающих» и поговорить о глаголе «to apply». Если вы ищете работу на англоязычных сайтах, если вы хотите подать документы в университет, если вы ищете грант для своего проекта, при запуске всех этих процессов первым делом вам встретится слово «apply». Что такое apply? Этот глагол значит подать заявку, заявление, подать документы на участие. В общем, обратиться зачем-то в какое-то учреждение, обычно заполнив определенную форму в письменном или электронном виде. Итак, когда мы подаем документы на какое-то определенное место в компании, учреждении, или чтобы получить что-то осязаемое, желательно в денежной форме, например, грант или стипендию, глагол «to apply» употребляется с предлогом «for» – подать документы для приема на работу, то есть имеется в виду заполнить анкету или отправить свое резюме на вакансию, «to apply for a job», податься на стипендию, «to apply for a scholarship», на грант, «to apply for a grant», на позицию, «to apply for a position», на зачисление, «to apply for admission», на визу, «to apply for a visa», на магистрскую программу, «to apply for a master's program». Когда мы подаем документы в какую-то организацию или учреждение и просим, чтобы нас туда приняли, употребляем глагол «to apply» с предлогом «to» – подать документы в колледж, «to apply to college», в университет, «to apply to university», в компанию, «to apply to a company». Давайте вместе составим предложение. Вчера я подал свое резюме на работу. «Yesterday I applied for a job». Вам следует податься на стипендию. «You should apply for a scholarship». В прошлом году он не подал документы в колледж. «He didn't apply to college last year». Если вам понравился этот урок, поддержите меня и оставьте свои отзывы в комментариях. Не забывайте, что любой изученный материал требует повторения и закрепления, поэтому попробуйте составить несколько примеров со словом «to apply» и напишите их в комментариях. Под этим видео вы найдете ссылки на другие полезные материалы. Спасибо за то, что смотрите. С вами был Кирилл. Совсем скоро увидимся.